Последний месяц 2015 года подарил жителям Хакассии настоящую сказку. Зимних дней, когда воздух прогревался выше нуля, было предостаточно. Была и оттепель, и даже дожди. Декабрь с полным правом получил статус аномального. Средняя температура воздуха была выше многолетних значений на 6 градусов. А вот на январь синоптики тоже обещают отклонение от нормы, только теперь в обратную сторону. Средняя температура будет ниже на 3-4 градуса и составит примерно минус 23. Но это еще не все. Настоящие сибирские морозы придут, по информации Гидромета, на Крещение. Ночные температуры будут понижаться до 28-33. В отдельные ночи возможно повышение температуры до 40-44 градусов мороза. Интересно, что наши предки легко обходились без прогнозов синоптиков или интернет-ресурсов. У них было сразу несколько способов узнать, какой будет погода не только в ближайшие дни, но и месяцы. А по первой неделе Нового года вообще можно было распланировать весь предстоящий год. Звездное небо в первую новогоднюю ночь сулило большой урожай. А еще погода этого дня предсказывает погоду июля. 2 января народ приметил, по погоде этого дня можно судить, каким будет август. 3 января на утренней зорьке солнце красно, на метель. Погода этого дня указывает на погоду сентября. Погода 4 января дает прогноз на октябрь. Облака против ветра идут к снегу. 5 января особое внимание обращали на ветер, сильный да холодный к хорошему урожаю. Также знающие люди могли сказать, каким будет ноябрь. Если 6 января морозным в народе считалась глубоко промерзшая земля к плодородию. Если в сочельник будет много на небе звезд, будет много грибов. А вот в праздник Рождества 7 января особо радовались солнцу и морозом. Они тоже сулили хороший урожай. Помимо природных факторов и осадков у наших предков были еще одни помощники. Веками наблюдая за ними, люди научились делать правильные выводы. А всего ученые насчитали около 600 видов живых барометров. Среди самых проверенных и популярных, конечно же, собаки и этот красавец Маламут в том числе. Существует такая примета. Если собака зимой ест снег, это к перемене погоды и к морозным дням. Саян сегодня с удовольствием пробует снег, а значит в ближайшие дни возможно похолодание. Анна Ахпашева, Дмитрий Кузнецов, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok